Ворота Динамцев 16-й Владимир Горбунов и 18-й Алексей Угаров Обескураживающее начало для команды Беложиржиги Фантастический бросок передачи сделал сейчас Баландин На дальней штанге находился нападающий Динамо И абсолютно один, причем можно посмотреть Два нападающих Динамо были неконтролируемы Владимир Горбунов отлично выбрал позицию И поздравляем его с заброшенной шаги Опять же, агрессии мало, хотя видно, что по некоторым моментам Что Жига требует, чтобы игроки шли на пятак Но все равно слишком много академизма И слишком много людей, которые хотят распасовывать А не закрывать вратаря, не биться на пятачке И вот от этого проблема Но это, кстати, и удивительно Тем более, что в начале сезона даже в проигранных патчах Как раз попадает опшута И здесь как раз вот эта профилактическая работа на пятачке Была проделана Мусатовым и Лапенковым Гарнет броска просто-напросто не увидел такую впечатление Это вот к разговору Вот не надо там слишком умничать Закрываясь спокойно, борись И ничего, Гарнет ничего не мог поделать И слишком далеко ушли нападающие Видите, два динамских нападающих уже в стороне были Здесь такой трафик образовался Это Каблуков, кстати Очень хороший такой живой щит поставил Очень удачно там как раз Мусатов ехал во время броска Мне кажется, все-таки Мусатов изменил направление полета шайб Потому что сейчас объявишься опшут Конечно А вот и как раз Плопенко, Зайнулин и Толпенко Как я скажу, это просто одно из сильнейших в лиге Извели их силового плана Потому что все три очень мощные физически Очень любят силовую борьбу И умеют ее вести противник, конечно И просто играют И вот, пожалуйста, шайба влетает в ворота После какого-то шального рикошета По пенке, похоже, шайба попала Который как раз и бился там На линии огня Вот так под занавес первого периода Динамовцы воплощают свое преимущество В заброшенную шайбу 2-1 Показывает Юрий Бабенко Сейчас посмотрим повтор Дроссок Соловьева Зайнулин сделал передачу из угла И шайба действительно Бабенко А нет От Каблукова Да, в трусы Каблукову Она в шорты Каблукову ударилась Изменила направление полета И в левый от Канобрии угол заползла Буквально Но сейчас Когда самое страшное, кажется, уже позади Очень важно не расслабляться Юрькову нужно было не позволить И так в чистую выиграть вбрасывание сопернику Причем, что удивительно Горбунов прямо сказал и показал Куда он выиграет вбрасывание И передвинул его к Граникам Граник бросает на пятачке Вот к чему это приводит Уже по существу в полном составе играли спартаковцы Но Каганович с Рыбаковым Именно их не хватало Доехать не успели И Угаров на пятачке разбирается С Евгением Канобрием 3-1 Сейчас посмотрим повторы Почему Канобрий Вот сейчас он правильно все находится И почему он на бок стал заваливаться Похоже, там гадал Евгений Канобрий Не видел он, где находится шайба А еще рикошет от конька защитника, собственно Да Но все равно на дальнюю штангу Горбунова отдавали пас Он абсолютно один был Динамко-позиционную атаку здесь пытаются затеять Вот здесь А Лапенков так Очень жестко Атакует соперника И затем Милобзорову от Вишневского достается А все заканчивается тем, что Опозленный неудачами Милобзоров С мясом Завозит шайбу в ворота Вот так вот Били-били Не забили От Лапенкова ушел От Вишневского ушел И еще Канобрия в шайбу забросит И еще Канобрия в шайбу забросит Придется встать Да, Яхин начинает Переодеваться Ну, вернее, уже и был переодет Готовится к выходу на лед 4-1 Вновь под клюшкой у Канобрия Шайба пролетела Не очень уверенно действовал здесь Евгений внизу Ну и ворота уже были сдвинуты после того У Милобзорова прекрасный проход Великолепные руки И исполнение Мусатов, Каблуков и Лапенков Свой финальный был у Спартаковцев Ну, наиграли, наверное, они На одну шайбочку Но забросить ее по-прежнему не могут Никак А здесь у Динамовцев Контратака Вполне могла Получиться И получилось В итоге Отличный пас Горовиков делает И Милобзоров оформляет дубль Отправил Милобзоров Или попал от кого-то клюшку Сейчас посмотрим Динамское руководство На наших экранах было Естественно, довольно одно подобное По развитиям событий Дай-то смотреть Не исключено, что от клюшки кого-то и Спартак Сушайба Юркнул в ворота Да, похоже, здесь Каблуков ее подправил Он сделал то, что ни в коем случае Не имеет права делать игрок Обороняйся в команде Попытка ловить эти шайбы Это всегда опасно Разделение труда должно присутствовать Конечно, наоборот Пускай летит, куда летит Попытка ловить эти шайбы